С начала года заболеваемость в нашем городе ощутимо снизилась. Третью ковидную волну специалисты ожидают в апреле. Поэтому сейчас перед медиками стоит задача привить максимальное количество саровчан. На круглом столе депутаты городской думы вместе с руководством клинической больницы номер 50 обсудили вопросы по вакцинации и огласили её текущие результаты. Вакцинация идёт полным ходом. Желающие привиться, к счастью, в нашем городе есть. Есть привиты уже на сегодняшний момент 1619 человек. Из них 143 привиты уже вторым компонентом. Второй компонент прививается через 21 день. Это обязательные условия вакцинации, данные вакциной. Прививают пациентов препаратом гам-ковид-вак. Его особенность в том, что один флакон рассчитан на 5 человек. Хранится он при температуре минус 18 градусов. После того, как медики разморозили вакцину, у них есть 30 минут, чтобы её ввести. Поэтому желающих сделать прививку записывают строго по телефону. Здесь касается именно особенностей введения этого препарата, что надо 5 человек, чтобы были 5 человек. Если человек будет записываться электронно, он будет записываться туда, куда ему удобно. Мы можем просто не набрать то количество нужных пятёрок, которые будет. У пациентов, которые уже сделали прививку, осложнений не было. В первые дни могли возникнуть только гриппоподобные симптомы, которые сходили на нет через пару дней. Только в первой поликлинике каждый день на вакцинацию записываются от 80 до 100 человек. Не прививают несовершеннолетних, беременных, людей с острыми заболеваниями, а также тех, кто меньше полугода назад переболел ковидом. Из-за того, что пациенты до и после введения вакцины находятся под присмотром медиков, возможности прививать иногородних у специалистов нет. Вопрос также остро стоит в отношении военнослужащих. Минздрав России, как бы им хочет выделить где-то тысячу доз. Они их принять не могут. У них нет лицензии на вакцинацию. И ближайший их госпиталь находится 700 километров от Собя, это Киров. Поэтому здесь перед нами наверняка будет стоять ещё одна задача – принять их вакцину и думать, как их вакцинировать ещё. Врачи делают акцент на том, что в апреле третья волна ковида может совпасть с сезонной вспышкой гриппа. Наложение одного вируса на другой может привести к высокой смертности и тяжёлым осложнениям. Поэтому важно вакцинироваться и делать это вовремя. Прививаться от двух вирусов одновременно нельзя. Разрыв должен быть не меньше месяца. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.